Сегодня каждый подписчик создат собственную цивилизацию со своей историей. Это может быть цивилизация печенек, у которых был собственный каменный век и которые развелись до необычайных высот. Всё решает ваша фантазия, ребята. На всё это у вас будет 2 часа и давайте начинать. Традиционный салютик. Ну а в конце этого видео мы оценим каждую цивилизацию. И тот человек, который создал цивилизацию с наименьшим количеством очков, попадёт в каменный век и будет охотиться на мамонтов. Опасно. Одна треть времени осталась позади. Мы сейчас посмотрим, что у вас пока получается. Это, короче, пойдём в самое начало. Ну как, сначала возродилось племя, вот тут. О, погоди, погоди, погоди. Пока не будем раскрывать всю историю. Скажи, что это за цивилизация? Цивилизация... Агуши. Агушевская цивилизация? Да. Я вижу, они охотятся на бедных овец, ну ладно. Потом на них упал огромный метеорит, но об этом потом. Видишь, они тут идут, спидранят. Этот инженер думал, почему есть много вкусов йогуртов и нету йогурта с кокосом и ванилью. Он решил это скрестить. А, я понял. Это приняли. Заводы начали производить йогурты. Потом ударила молния и йогурты ожили. А что будет потом, мы узнаем потом. Да. Логично. Так, я тут вижу ещё одну цивилизацию, в которой есть какие-то человечки из террарии. Да, привет. Сначала, типа, появились дворфы, эльфы, орки и самое главное люди. Чего? У тебя цивилизация плоских человечков, что ли? Ну, они пиксельные. А что произойдёт? Типа, вот они появились и потом они... Ну, они построили домики у каждого своей территории. Потом, например, там, ну вот, они вместе что-то сделали, там, совершили открытие, там. Ты понимаешь, что такого идеального мира не может существовать? Обязательно какие-то эльфы разозлятся на каких-то оргов и начнётся жёсткая битьла. Может, у тебя идеальный мир? Я не знаю. Чё? Привет. Так, ну, а у тебя что за цивилизация? Ну, я вижу, у них хотя бы есть вода. Смотри, у нас был Нубик. Ага. Он просто здесь вживал, что-то делал. Потом он пошёл в пещеру. Ну, развивался и всё. И всё? А дальше не придумал. Такая маленькая история, где мэльфы, это такие персонажи, я придумал. С вот этой каменной штукой идёт помогать своему другу добыть камень, чтобы сделать такую же. Вот такая маленькая история. А вот тут у меня сидят два человечка, один с копьём, другой с палкой, и они будут ждать мамонта. Понятно. Их развитие заключается в том, чтобы сделать себе крутую одежду. Ну, в принципе, да. И осталась последняя цивилизация Жмакай Посмотрим Здесь была речка И три человечка серого цвета Потом они срубили весь лес И чё потом? До чего дошла эволюция? Они построили летающие палатки Невероятно И даже развили костёр А чё, всё? Конец? Да уж, пока что ваши цивилизации не особо развились Ну, как минимум, они начали создавать электромагнитные, квантовые, летающие корабли Для того, чтобы исследовать просторы космоса Ну, хотя бы так Посмотрим, что у вас получится дальше А я приду сюда через 40 минут У вас осталось всего лишь 40 минут Это очень мало Ну, я посмотрю, что у вас получается, как обычно Привет, джакудзо Посмотрим продолжение твоей цивилизации Чего же нам добилось потом? Как мы помним, было три человечка Потом они срубили лес Построили себе палатки Потом они сделали ферму Начали ловить рыбу Или они там воду добывают И, в общем, начали дальше развиваться Всё, что ли? За 40 минут И сделал только тот момент Когда они построили свою ферму Хотя, мне кажется Что за эти 40 минут Должно было пройти 400 лет Хотя, ладно 40 минут Так 40 минут А посмотрим на твою цивилизацию этих Как их там? Агуша Агуша Агушевских Да, как мы помним На них упал метеорит Всё превратилось в апокалипсис Но остались выжившие Которые Которые начали строить огромные крепости Чтобы защитить себя от метеоритов Люди строили крепости Чтобы защищаться от друг друга А они строят крепости Чтобы защищаться от метеоритов У них уже на этом стадии развития Появились враги в космосе А что с водой, кстати? Водой? Ну, по сути же Метеорит упал Упал Воду заразил там Сами бактериями Заразил Как они жить будут? Кстати, смотри, какие у них крутые шапочки Через 40 минут Ты должен будешь уже предоставить полноценное кино Да я понимаю А то мы тебя отправим в каменный век Не надо Как тут твоя цивилизация живых йогуртов проживает? Нормально Так, ну начнём Нет, ну это мы всё помним Доктор создал вкусный йогурт Потом ударила молния Йогурты ожили с такими страшными лицами Сломали всю фабрику Чтобы не растащили его на детали Они разобрали фабрику И понесли её О, о, о Несли, несли, несли А потом они такие вышли А на фабрику уже приехала полиция Они издалека такие смотрят на этих полицейских Такие Мы вас захватим А что будет дальше Мы узнаем потом Да, не забывайте смотреть И подписывайтесь на канал Следующая часть будет Когда мы наберём 250 тысяч сон тротила Как тут твои орги поживают? Это что за... Смотри, получается На чём появились люди? Потом появились дворки С актёры Потом появились эльфы У них преимущество в том, что они дрожат с животными И умеют с ними разговаривать И управляют землёй Ну, то есть у них есть магия земли И потом они узнали, что ещё существуют... Злые зомби с топориками Да В общем, ничего не поменялось Мы выходим Ну-ка, как тут твои нубики живут? Номаль Так, ну это мы помним Они начали рыбачить, а потом... Кстати, почему на протяжении всего развития У них одно и то же лицо Всё удивлённое И потом они пошли в путешествия, да? Нет, они начали развиваться и строить дома Прогресс А почему было пять нубиков, а остался только один? Ну, другие путешествия ушли, всё Тут твоя цивилизация развилась очень сильно Потому что я уже отсюда вижу, что у них есть свои домики Да, это скорее большая палатка Короче, два пацана решили сделать себе булаву Пошли вместе к огромному камню, сломали его и сделали себе булавы А потом они сделали себе одежду А что дальше было, я не знаю А здесь сидят два мульфа и оглядываются и ждут мамонта Здесь поставили палатку, чтобы загнать мамонта в яму И показать всем своим собратьям добычу И тут бегают овечки, просто кушают Они что, собираются впервые заскамить мамонта? Да Мне интересно, такими темпами они доберутся до того, что построят огромные дома И не будут больше охотиться на мамонта А вот у меня вон там, вот посмотри Вот, там уже эти люди, которые эльгатно одеваются И делают топорики, молоточки и строят дома Но это получше, чем вон те первобытные эти как-то там Мульфа Ну, в общем, это всё, что у вас получается У вас осталось всего лишь 32 минуты Много? Не знаю Мало И за это время ваши цивилизации должны уже жить в крутых домах Как минимум полететь в космос и сделать летающую тачку Время вышло Всё Сейчас мы будем смотреть и оценивать ваши постройки И как я говорил в начале Тот, кто наберёт меньше всего очков Отправится в каменный век Может это ты будешь Начнём с постройки Агуши Тут зародилась цивилизация Агушинс И здесь древние Агушинсы при помощи тупых копий из бетона охотятся на бедных овечек А другие строят палатки Да Что происходит? Мы переместились на 100 лет вперёд Ну, почти Тут люди выживали, выживали А, давай, это я, давай, я, давай Я тоже хочу про мирное время поговорить Здесь раз три деревья Всё было прекрасно Все охотились Цивилизация развивалась Но вдруг начал падать После этого взрыва На земле не осталось ни одного Агушинса Ну, они остались, но они где-то там спрятались Здесь была полная пустота Не осталось ни одной растительности Всё погибло Перемещаемся на 100 лет вперёд Некоторым Агушинсам удалось выжить Ага И они такие Эээ, где трава, где земля Оу, ноу, почему мы на каком-то этом всяком Ну, да Ну, в общем, они в шоке такие Перемотаемся на 200 лет вперёд Ой, хуй я сейчас Ой, ты куда нас в будущее закинул? Мы в прошлом Это временной парадокс Стой, во всё Вот, Агушинсы начали строить крепость Ага Как я уже и говорил давным-давно, давным-давно Люди строили крепости, чтобы защищаться от других людей А тут Агушинсы строят крепости, чтобы защищаться от метеоридов Это они дерутся с нитем, наверное, с целью А что с водой случилось? Ух, ну, вода заразилась Но люди придумали Вот тут, видишь, труба Которая качает воду из этого озера Ага И фильтрует её Давай ещё 100 лет вперёд Ну, че-е-е-е-е Вот это у них гипертерминатическая база Современные двери даже Вкройте Что это за здание? Это небоскроп такой Вот видишь, тут труба теперь Ага Качает отсюда воду из этой речки грязной И, э-э-э-э Качает Весь город кормят водой Прошло 100 лет, а ничего не поменялось И получается, всё началось с обычного растительного мира С деревьями, всё прекрасно А закончилось огромными крепостями Ничего себе тут дурацкого метеорида У меня вопрос Почему они как динозавры просто не вымерли? Ну А что более интересно как они без растительности выжили если здесь нет воздуха а еще они добыли железо без природных ресурсов и короче как они вообще выжили на 300 лет назад камень камень и железо ну все я включаю машину времени мы попадаем пространственный парадокс я полечу будущее я попал временную петлю стал страусом все ух ух пропал ух испарился пространственном парадоксе ладно я оставлю этой цивилизации всего лишь ну 8 очков мне не понравилось почему мне не понравилось мне не понравилось то что взял тут метеорит всех взорвало так бы тут бы прекрасный зеленый мир с травой а тут все метеорит испортил ну ладно я поставлю метеорит надо выбросить он меня обидел а покажите метеорит вот взял все испортил просто повторил историю динозавров уберите его вот я хотел чтобы был растительный мир с красивыми деревьями а из-за него теперь все просто поглядите диск все я обиделся на метеорит у тебя 54 очка и 60 я не знаю это много или мало погнали дальше о мы как в кинотеатре давай показывай нам свою цивилизацию 2d человечка все началось с того что появились люди это мы да потом появились всякие шахтеры с кирками которые жили в пещерах и кушали камни а после них появились эльфы которые там растениями управляли и всякое такое и мои любимые вот эти корки самые беспощадные и злые а все они больше не мои любимые люди строили дома вот дворцы строили актеры называйте как хотите вот так они строили чуть получше потому что потому что жили в пещерах там было очень темно и поэтому они испугались и начали строить красиво ладно пускай будет так это чуть-чуть арки строили вот такие вот разрухи всякий стоп а эльфы чувствуете а эльфы а эльфы строили вот так они жили на деревьях и троли вот такой вот печь они тоже в пещерах жили что нет следующий слайд по идее если все было хорошо что сейчас должно все стать ужасно один из марков нашел ценный минерал ну как он думал на тот момент криптовалют в общем нашел какие-то биткойны но он не знал то что он взрывоопасен и радиационный поэтому произошел гигантский взрыв который всех уничтожил и все а почему почему так мы посмотрели уже две цивилизации и в каждой из них обе цивилизации были взорваны какой-то страшной силой даже эпика не было и даже космос не полетели а уже взорвались прям как динозавры я ставлю у тебя 48 очков и 60 это уже поменьше чем могу вот будешь знать как всякими бомбами и минералами взрывать так ты придумал что оператор во всем виноват и сценарист тоже оператор а ой то есть сценарист виноват идите сначала вы прям сразу появитесь презентации твоя презентация на новый год так я уже все заспойлерил в общем здесь гора лес пещера вода и дерево что же сейчас будет происходить так был у нас один нубик с камушком да он набыл вот это дерево и сразу видно злой нубик он набыл его как я в майнкрафте на потом он жил в пещере временно временно копьё да и начал ловить тропическую рыбу бедный нулику вы просто посмотрите на его лицо на него смотрят 6 человек будущего короче он такой смотри ребята нам надо захватить весь мир они пошли она надо работать один стал ловить рыбу другой стал врач огород третьем начал строить эти домики коробки из майнкрафт пришли люди японцы британцы чё потом случилось потом а потом они все сожгли опять плохая концовка уже третья цивилизация и все они были уничтожены то метеоридом то этим то захватом я ставлю 0 из 10 а смотри короче продолжение истории главный нубик не отчаивался и созвал целую армию собрал всех своих и они короче одолели этих японцев и отправили их обратно в японию и в общем победа у тебя 47 очков и пока что это меньше всех может быть тебя в каменный век отбрать еще я умею желать не зря тебя дед учил бабушка мы пришли к тебе где чувачки лочки один чувачок раздавал все крутую выбудку и вдруг давайте тоже сделаем давай они пошли короче добывать камень да и добыли ему камень переходим в следующий век вот уже людишки сидят на бревне с копьем и молотом и рассматривают по странам чтобы найти мамонта и загнать его в вот эту яму и показать своему племени из-за скамить его да первый скам мамонтов произошел во втором веке это надо запомнить значит тут овечки и палатка в которой они ночевали переходим на 500 500 лет 500 лет спустя у них уже есть свой костер свои бревна даже свои домики человечки раздобыли себя хорошую одежду они похожи теперь на джентльменов только не хватает на речу сделать настоящий джентльмен настоящий джентльмен да настоящий джентльмен строит дом для своих собратьев здесь человек когда шел по лесу увидел этот камень давай заново я не могу сформулировать и так 10 лет спустя человечек шел по лесу и нашел этот камень думал что это обычный камень на это кажется оказалось железо потом все стало хорошо они начали добывать железо и жить в мире и не воевать как хорошо я ставлю войны нету это надо учитывать у тебя 49 очков это не последнее место не закруто йогурт привет что у тебя здесь давай я начну рассказывать забивной ученый решил сделать йогурт с кокосом и ванилью и у него получились вкусные йогурты а потом произошло бабах и йогурты кожи и воровать конвейер собирали мусор собрали весь там спрятали чтоб не каждый должны были приехать пожарные не полиция но они наблюдают за ним что биографии истории йогуртов они сделали палат такие красивые домики а потом уже не а люди что сделали а люди люди не видели то как они так строили а потом они решили замаскироваться под траву на уж не оставлю 9 и 5 мне бы не хотелось тебе это говорить но у тебя только 37 очков ну все условия для жизни дерево есть камень есть вода есть и что же пройдет под и потом здесь появились серые человечки потом тут появились человечки они срубили лес и вместо леса построили летающие палатки с костром потом они построили себе дома из фермы перестроили все палатки в домике потом построили огромные невоскребы и возвели всякие заводы в общем а чё потом взрыв все так хорошо начиналось я возможно бы увидел летающие машины будущее я очень расстроен не оставлю здесь 52 очка и это получается что у йогурта меньше всех и мы отправим его в каменный век йогурт ты где подожди ой кажись я тебя перенес не в каменный век а в этот лидва в ледниковый период так ладно я пошел купаться все короче я тебя оставляю здесь думаю что ближайшие 5000 лет мы с тобой не увидимся пока я пошел снимать ролики а стоп а как мне выбраться стоп а я а как вернуться обратно ой кажется я тут с тобой застрял придется вместе выживать пойдем теперь можно записать уже 100 дней выживания с йогуртом пошли охотиться на белых волков в общем ребята на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки а мы будем с йогуртом пытаться выбраться из доисторического периода побежали драться с этим луком там пингвин придется резать пингвинов нам надо мясо пингвины блин пингвинов жалко кушать на хлеб давай пингвина покормим песенка под конец а где прошел жуй 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 ладно все пышу